Устанавливать абсолютно любые условия, потому что это мой призовой фонд, как хочу, так его разыгрываю. Четный, нечетный, что должен сделать участник, даже вплоть до того, что там пробежать 100 метров и прийти ко мне там с какими-то результатами, принести мне найти что-то на улице или еще что-то, да? Просто здесь уже вы устанавливаете ваши требования. Здесь не важно, какие будут условия, здесь важно воля случая. Как только появляется воля случая, сразу же эта акция уже близка к лотерейной. Именно победитель, когда выбирается. Что будет перед этим, там, в четные, в нечетные числа и так далее. Это, в принципе, никак не делает более безопасной или более опасной как-то эту акцию. То есть ограничивая, что не каждая, а вот какая-то часть на себя там не... Нет, нет. Ну, так скажем, будет лотерей среди ограниченного круга лиц проведена, да? Правильно я понимаю, что при проведении промо-акции, где вы на других контролей все регулируются только внутренние документы, то есть приказы. Какие другие регистрации делать сейчас? Регистрации делать не нужно, действительно. Единственное, что нужно, это правила. Сформулируются четкие правила. Это тот нормативный акт, в рамках которого вы работаете вместе с участниками. Нет, ни в коем случае не в договоре. Это отдельная стимулирующая какая-то акция. Да, их нужно размещать в открытом доступе, на сайте, как обычно это делается. И это тот нормативный, маленький локальный нормативный акт, который вы соблюдаете. Вы просто делаете маленькую конституцию для своей акции. А вот, если я пробовал 4 тысячи, там все-таки, вот как сделать, чтобы это было 13?